Мне кажется, с моим детством, когда родители говорили, что ты никогда не ходила, а только бегала, мне кажется, это было очевидно, что я выберу какой-то спорт. К нам в школу пришел тренер. В тот момент у нас уже развивался довольно прилично гамбол. И начали создавать школу. Набирали самых высоких, самых активных. Мне стало интересно, потому что я никогда не слышала, что такое гамбол, не видела ее по телевизору. И пришла к родителям и говорю, вот так у нас набирают, можно я попробую. Они не были против, хотя потом моя мама, мне кажется, жалела об этом. Потому что для нее это все-таки был стресс, когда она поняла, что это за спорт. Спорт довольно-таки жесткий. Я играла в Ладзе в первой команде уже около 7 лет. На тот момент он 5 или 7 лет. В какой-то момент поняла, что нет движения вперед. То есть у меня какой-то потолок. И получилось, что я попала в будущность. Я, когда пришла туда, я вообще не знала, кто такая Кристина Нягу. Это, конечно, наверное, стыдно мне должно быть. Гамболик все говорили, там Нягу, Нягу. Я думала, господи, ну Нягу, ну что за Нягу вообще? Потом я только когда поговорила, да, там, ну, с девчонками, я не помню, кто мне рассказал про нее, да, то, что она там просто вытворяла на чемпионатах. Но она, конечно, очень грамотный игрок. Вот, то есть даже когда она выходила с травмы, да, то есть была не в своей, там, лучшей форме, она уже вытворяла на площадке. Творила. Финал четырех в Будапеште. Да, был. Ты участвовала? Участвовала, да. По уровню эмоций, мне кажется, он как бы приравнивается к чемпионату мира или к Европе, да, там, когда ты за эти два дня, у тебя стресс, как за две недели на чемпионате. Мне, конечно, очень жаль, что я не вышла тогда на площадку, но я все равно получила эти эмоции от происходящего. Я всегда хотела играть, ну, Лигу чемпионов, вот, и это, наверное, был тоже очень большой плюс, можно сказать, да, когда мне позвонил Ростов. Ну, честно, я была очень рада. Вот, ну, были определенные, конечно, страхи, но в душе я, наверное, приняла решение сразу. А то, что Ростов-Дон тренирует Амбра с Марцей, это же тоже как-то повлияло на твое решение? Да, это очень повлияло на мое решение, честно. Я всегда хотела поработать с ним, вот, мне было интересно, интересно именно, в принципе, его работа, концепция, какие-то узнать нюансы, потому что тренер, который выиграл такое количество кубков, да, Лиги чемпионов, это должно, да, что-то о чем-то говорить. На самом деле чувствую себя вообще отлично, вот, я многих девчонок знаю, вот, и нет проблем, да, там, в коммуникации или еще что-то. Макешу я, например, чувствую везде, и спиной, и не знаю, и когда сплю, вот, то есть, ну, как бы, чувство у меня есть все равно, где она, да, там. Ну, естественно, удобно играть с Аней Вяферой, с Полиной Кузенцовой, да, ну, с кем я играла где-то в других клубах, да, то есть, есть какая-то все равно связь. Первый матч прошел, вот, у нас были тоже поставлены определенные, да, там, какие-то условия, да, то есть, что мы должны были играть, как играть. Ну, в принципе, я думаю, пока получается у нас, нарабатываем связочки. Расскажи вообще о своей семье, весь муж, интересное знакомство с мужем. Да, было интересное знакомство у нас. Ну, что, я ехала на машине, училась и ударила его немножко, вот, ну, а что он вышел, да, там, завязался разговор, вот, я сказала, что все, не хочу вас видеть, до свидания и так далее. Кто знал, что я играю, ну, в гонбол, я не знаю, как он меня нашел, он до сих пор мне это не говорит, вот, ну, как-то написал, я говорю, кто это представился, вот, и говорит, ну, не хотел бы встретиться. Ну, я сказала, что, как бы, не особо-то хочу, потому что я ударила вашу машину, вот, ну, в итоге приехал, забрал меня. У меня с тренировки, и все, и так разговорились, и познакомились. Он сказал, что ты будешь моя жена, на что я ответила, нет, никогда этого не будет. Вот, ну, принципиально просто ответила, и с тех пор я никогда не говорю никогда. Да, это был у меня урок. С рождением моего сына, конечно, я, мне кажется, поменялась внутренняя. Стараюсь, конечно, быть там строгой мамой, но нет, у меня плавит просто по полной. Вот, муж говорит, он будет видеть тебя в веревке, хотя я стараюсь держать себя в руках. Несмотря на то, что профессиональный спорт – это тяжело, и я, как бы, сама многое, да, там, прошла, и травмы, и какие-то не очень приятные моменты, вот. Но все-таки пользы и позитива в этом больше, да, чем негатива. Поэтому я абсолютно не против, если они выберут этот путь. Я давно знакома очень, особенно с Полиной. Вот, Аню я узнала чуть попозже. Вот, ну, как бы, хорошо общаюсь, у них еще младшая сестра есть, то есть я с ней тоже знакома. Вот, мы, когда были в Астрахани, они тоже там играли, мы нянчили Полининого сына Яре. Вот, у меня и муж с ним, как бы, нянчился, и я. Да, то есть это было, знаете, у нас, так, подготовка, можно сказать. Мы прошли подготовку перед рождением своего ребенка. Вот, да, мы достаточно хорошо общаемся. Ну, хотя я говорю, вот, повторюсь, я со многими знакома, да, там, и Есению, и Макешу я знаю миллион лет. Вот, всегда тоже с ним и рады, и посидеть где-то, и с детьми понянчиться и так далее. У меня, в принципе, не было проблем, да, там, с общением с, ну, как бы, в других командах, да. То есть достаточно быстро нахожу и друзей, и с кем поболтать. Вот, а здесь так вообще знаю всех сто лет, поэтому абсолютно нормально себя чувствую. Субтитры сделал DimaTorzok